В эфире продолжение программы «Разговор по существу» с начальником МВД России по городу Магадану Остапом Маланчиным. Тема беседы – дистанционное мошенничество. Такие преступления, их можно выявить уже только по факту совершения. И получается, что нужно как-то информировать население тогда о том, что нужно быть более бдительными. Может, такции какие-то проводятся в этом плане? Эта работа поставлена на поток, я бы так сказал. Она ведется ежедневно, ведется она силами городского отдела полиции, областного, УМВД. В части информирования граждан о том, что в отношении них так или иначе, или какие-то действия их не могут повлечь, в смысле, совершения в отношении них противоправных действий такого характера. Это в виде различных листовок, которые теми же сотрудниками ППСП распространяются практически ежедневно. Каким образом распространяются? Либо передаются гражданам прямо в руки, либо же оставляются в ящиках почтовых, в смысле, в подъездах домов. Но распространяются практически ежедневно. И тем не менее, как бы мы ни пытались профилактировать этот вопрос, он является больным, наболевшим. И к концу года, естественно, подводя итоги, мы понимаем, что есть львиная доля людей, которые так или иначе оказались обманутыми, и, к сожалению, возвратить их денежные средства, вернуть их им в последующем, в ходе нашей работы, направленной на изобличение, причастных к таким преступлениям, практически нереально. Вот в настоящее время могу сказать, что расследуется пять уголовных дел в отношении фигуранта, доставленного сюда с одного из мест лишения свободы в Приморском крае. Он находится в СИЗО 1 города Магадана, в течение уже трех или четвертого месяца идет расследование уголовных дел в отношении него, который причастен к тому, что похитил у жителей города Магадана более 200 тысяч рублей. Каким с путем были похищены эти денежные средства? Он, находясь в местах лишения свободы, выставил в интернет-сети объявление о продаже контейнеров. Нашлись, так сказать, покупатели с числа жителей города Магадана. Их оказалось 5 человек, которые перевели денежные средства в виде предоплаты за покупку этих контейнеров на различные счета, на различные банковские карты. Эти деньги были обналичены, поступили человеку, который организовал эти действия в ту колонию, где он отбывал наказание. Сейчас же он находится под следствием, уголовное дело расследуется и в перспективу, безусловно, направление его в суд. Но таких фактов, которые бы свидетельствовали об наших оконченных мероприятиях по розыску и установлению данных лиц, немного. Почему? Потому что они требуют длительных командировок, длительных поездок с одного региона России в другой, в третий, в четвертый и так далее. Это перелеты, что, безусловно, затрудняет процесс, так сказать, изобличения этих фигурантов и доведения до логического конца расследуемых нами в главных делах. То есть это проблема сейчас такая стоит, что в том плане, что невозможно иногда просто вернуть деньги, получается, потерпевшим. Она, безусловно, стоит, так как у нас уже по сумме, если брать за год, вернее, не накопившуюся, а сумма похищенных таким образом путем обмана денежных средств превышает 10 миллионов. Это за этот год? Это за этот год. Превышает 10 миллионов. И это не маленькая сумма, это те потери, что ли, наших жителей, нашего города, полчан наших с вами, которые пострадали от действий, к сожалению, от мошенников. С каждым годом, как можно сказать, растет вообще количество таких преступлений дистанционных или оно, в принципе, где-то на одном уровне? Можно сказать, что 2018-й их больше было в этом году или вот как-то на одном уровне? Я бы не сказал, что их становится меньше. Вот, к сожалению, хотелось бы в это верить, да, но с каждым годом, если они либо занимают, балансируют примерно в пределах предыдущего года, либо же идут в рост. Пусть небольшой 10-15 преступлений, но это все равно значимое количество и для нас в том числе. И для, скажем так, для отдела городской полиции. В том числе это значимо, потому как эти преступления достаточно сложны к раскрытию. Проводить по ним оперативные мероприятия, я уже сказал, достаточно проблематично и сложно. Хотя мы это делаем, делали и будем делать в надежде на то, что, скажем так, что мы раскроем те, скажем так, преступления, которые совершены в отношении жителей нашего города. Вы сказали, что сложно проводить разыскные мероприятия, но в то же время они все-таки проводятся. Вот человек обратился конкретно с проблемой. Давайте возьмем рядовую ситуацию, что вот он увидел объявление в интернете, допустим, на сайте Авито, которого упомянули, от магаданца, да? И человек, который мошенник, он находится в Магадане. Вот он понимает, что его обманули. Как дальше происходит взаимодействие с человеком, с потерпевшим? Проводится весь процесс необходимых доследственных мероприятий, то бишь проводится его опрос, изымаются у него документы, свидетельствующие, допустим, о переводе денежных средств. Устанавливаются номера счетов, с которых, допустим, списаны так или иначе денежные средства. Ну а в дальнейшем уже проводятся оперативно-розыскные мероприятия доследственного характера, еще раз повторяюсь. Либо же возбуждается уголовное дело, и уже в рамках возбужденного уголовного дела проводятся следственно-процессуальные действия. Он признается потерпевшим, гражданским истцом, допрашивается круг свидетелей по этому делу, тех, которые находятся на территории города Магадана. И в последующем, получая информацию о том, с какого региона, например, поступил телефонный звонок, либо же в какой регион переведены денежные средства с карты, например, или со счета потерпевшего. Вот осуществляется оперативно-розыскные мероприятия путем взаимодействия с сотрудниками правоохранительных органов в тех регионах, непосредственного взаимодействия по установлению тех лиц, допустим, на счета которых переведены денежные средства. Только мы еще можем говорить о том, что с каждым годом дистанционные мошенники, они, безусловно, совершенствуются. Они переводят в другой раз денежные средства на один счет, в последующем выводят его на другой виртуальный счет, например, подвязанный к Киви-банкам, к иным платежным системам. Проводя через двойную и тройную перегонку, так сказать, эти денежные средства проходят несколько этапов, а в последующем выводятся, допустим, через банковскую карту совершенно в другом регионе. То есть сперва переводятся, допустим, в Белгород, с Белгорода через некоторое время на виртуальный счет они поступают в Москву, а в последующем обналичатся в Санкт-Петербурге. Несколько точек вообще, соприкосновения? Вся Россия. Бывают даже выводы денежных средств за пределы России вообще в целом. То бишь денежные средства, допустим, обналичиваются на территории Украины, на территории Эстонии. Были примеры вывода денежных средств на, скажем так, на заграничные номера банковских счетов. То бишь не на территории России, в смысле, они обналичены были, а уже за пределами Российской Федерации. А это еще более усложняет процесс, скажем так, установления лиц, которые причастны к выводу денежных средств и к совершению, соответственно, того или другого преступления. А каково наказание вообще на задком ученице? Оно, получается, все попадает под одну статью, да, или нет? Ну, практически не совсем под одну статью. Они квалифицируются по статье 159, второй части, третьей части в том числе. Значит, они квалифицируются и по статье 158. То бишь, если человек заполучил сведения об банковском номере карты, а в последующем, путем обмана, безусловно, под благовидным предлогом, говоря о том, что он переведет деньги на эту карту, да, он наоборот похищает с нее денежные средства. Вот здесь квалификация немножко меняется. Она подпадает под признаки 158 части 3, пункт Г, с использованием платежных систем. То есть, пункт Г сам по себе говорит о том, что деньги похищены путем использования электронных платежных систем. Что касается наказания по этому составу преступления, оно достаточно, скажем так, жесткое, свыше 6 лет лишения свободы. В случае, конечно, установления, доказывания вины и так далее. Тяжкий состав преступления. Ну, может, что-нибудь посоветуете это гражданам, чтобы, ну, как быть на чеку, например, как обезопасить себя? В первую очередь, это, безусловно, пытаться осуществить проверку того или другого сайта, где вы пытаетесь или хотите заказать те или иные товары, провести проверку того или иного сайта на предмет того, какие отзывы по нему граждан, других, может быть, покупателей, таких, как вы, которые, возможно, дают описание к этому сайту, либо отзываются о нем с негативной точки зрения. Потому что, допустим, кинули, да, швырнули или не поставили товар, да, либо же пытаться, если, допустим, товар распространенный, да, то есть его можно купить, как здесь, но вы покушаетесь, вернее, не покушаетесь, а ведетесь, так сказать, только лишь на то, что хотите дешевле его приобрести, то пытаетесь выяснить, безусловно, а поставлял ли этот, скажем так, поставщик свой товар кому-либо еще в Магадан. Доставка осуществлялась или нет, прошла она или нет. Если не пытаться перепроверять ту информацию, которая висит на различных сайтах, то, к сожалению, можно лишиться, безусловно, денежных средств, тех, которые вы отправили в виде предоплаты, и предупредить это, ну, почти что нереально. Вот, соответственно, в первую очередь, это, безусловно, не нужно называть свои установочные данные полностью, не нужно называть номера банковских карт, потому что это именно позволяет мошенникам дистанционно похищать у вас те денежные средства, которые у вас на этом счету имеются. У нас таких преступлений, к сожалению, вот в последнее время численно увеличивается, ну, многократно увеличивается, именно таких самых элементарно простых. Да, безусловно, есть, допустим, такого характера заявления, например, как, ну, обман при, допустим, съеме квартиры, да. То есть, приехал в Магадан человек откуда-либо, вот он намеревается снять жилье для временного проживания, находит какое-то объявление, опять же, пользуется зачастую не газетами, да, чтобы рекомендовалось в первую очередь, а пользуется интернет-ресурсом, да, выходит на какой-нибудь из сайтов, видит объявление об сдаче в наем той или другой квартиры, ну, и в последующем что происходит? В последующем, допустим, они проводят почему-то предоплату, опять же, приезжают на указанный адрес, а там, к сожалению, никого нет, или адрес этот вообще отсутствует. Таким образом, тоже различные суммы денег теряются гражданами совершенно, скажем так, при таких элементарно простых обстоятельствах. На этом все, с вами был разговор по существу. Сегодня с нами общался начальник МВД по городу Магадану, Остап Михайлович Маланчин. Большое спасибо. Спасибо, взаим. Субтитры подогнал «Симон»!